Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сёстры, друзья мои и подружки! С вами, как всегда, я, Отец Шиморо, и сегодня у меня для тебя интересная, может быть, неожиданная для кого-то новость. Наверное, уже не неожиданная, но для меня прямо сейчас, а сейчас ночь, было неожиданной новостью, что вышла такая вот новая игра. Называется Apex Legends. Apex Легенды. Я поспешил, короче, в Origin и скачал эту игру, и сейчас будем смотреть её вместе с тобой. Ой, братишки мои и сестрёнки, это новый убийца всех голодных игр, это убийца папков, фортнайтов и всех прочих, как оно я увидел, пророчат ребята, значит. Я читал комментарии под выпуском, где я для тебя снимал подкастик, значит. Сидел, читал, читал, и тут многие начали писать. Ну вот, ночь, значит. Будем сегодня с тобой смотреть. Ты увидишь, естественно, это видео где-нибудь днём. Поэтому посмотрим. Посмотрим, как пойдёт игра. В любом случае, спасибо тебе за твой лайк, давай посмотрим, что здесь есть. Мы с тобой находимся в меню. А знаешь, всё по стандарту, ты знаешь, как будто я зашёл в фортнайт. У нас есть какие-то легенды. Как я понял, значит, есть персонажи в этой игре, да. И персонажи, как говорится, имеют свои различные навыки, да. То есть, как бы, есть казни какие-то, я не понял, с чем это связано, что такое казнь вообще в голодных играх. Но, тем не менее, смотри, вот этот персонаж может тыкать в бочину, говорит, на тебе сюка-сюка сделать, как бы. Смотри, он так вот прикладывает кого-то и получает удовольствие. Облики скины понятны, то есть игра бесплатная абсолютно. Поэтому, скорее всего, всё будет здесь зависеть от... Нихера себе. Здесь всё будет зависеть от доната. Ёлки-палки. Вот это... Слушай, а теперь мне это напоминает чем-то Overwatch по стилю кастомизации. Я не знаю почему. Значит, есть скинчики, да, которые мы с тобой выбиваем, открываем и так далее. Так, вот такая вот девочка. Давай посмотрим, кто здесь есть вообще. Робот какой-то есть? Кто-нибудь нормальный вообще, нет? Какие-то девчонки, мальчишки и роботы, блин. Всё, больше нет. Ну, вот это вот нормальная девочка-женщина. Презентация у неё какая-то. Каустик какой-то скин есть. И вот такой вот пацан. Пацан обычный, да? То есть, ну, скорее всего, есть какие-то уникальные скины. Вот это легендарные скины, насколько я понимаю. Ладно, значит. Мы должны выбрать своего персонажа, да? Но у нас вот эти вот персонажи почему-то заблокированы. Я не знаю, с чем это связано в любом случае. А, просмотр навыков. Вот, пожалуйста, ускоренный марш. Тактическое умение. У этого пацана тактическое умение. Пассивно он следопыт. Враги оставляют после себя следы. То есть, ты представляешь, сколько всего интересно. Пассфайндер, робот, инфильтрация. Сканируйте маяки, маяки, ориентиры. Офигеть. У всех есть свои навыки. Не простые голодные игры, а с навыками. Давай перейдём, короче, в обучение. И почему меня подбирает интересно ребят. Ладно, значит, какие у меня настроены вообще новые голодные игры. Я всегда ожидаю, что игра обосрётся. Поэтому не знаю. Ух ты, управление Сенсой идеальное в этой игре. Да ну! Подожди. Сбросить изменения в настройках видео. Офигенно. Подожди-ка, давай-ка мы с тобой сделаем вот так вот. Как бы, я всегда настраиваюсь. Нет, это слишком мало. Я всегда настраиваю Сенсу, как бы. Тем не менее. Слушай, ну вот это вот получше, но тоже не моё. Подожди-ка. А где-то, давай на четвёрочке оставим. На четвёрочке вот более-менее. У меня ДПИ-400. Значит, шифт-бег. Пробел-прыжок. Контрол. Подкат. И подкат прерывается, когда ты отжимаешь контрол. Офигенная механика! Да ну нахуй! Убийца всех убийц! Убийца всех убийц в ПАПГ. Смотри, я могу... Да ладно! Я могу по горочке скатиться. Ах, кто-то горочки скатил. В FPS стабильно 144. Не падает вообще. Ребята, неужели мы получаем абсолютно стабильную игру прямо на старте? Да ну нафиг! Подожди, присесть. Я присел, всё. Следуй за мной. Да я уже... Чувак, я уже как бы скатился, как мой ютуб-канал. Ты чё, блин, переживаешь? Чё ты там тормозишь? Давай, иди ко мне. Братья мои и сёстры, графоний нам завезли. Всё стабильно? Не верю. Когда матч начнётся, тебе не будет оружия. Пожалуйста, тебе нужно искать контейнеры и забирать оружие. Окей, хорошо. На твоём интерфейсе отображается использование снаряжения. Выполни задачи. Сменить гранат и бросить гранату. Так, значит, вот-вот граната. Пожалуйста, сменил гранату, бросил гранату. Офигённая механика. Вот так вот тихо, знаешь, разработчики тихо от нас делают голодные игры охуенные. А потом мы удивляемся все. Блядь, нихуя себе игра. И использовать аптечку. Нифига ты в себя вдалбливаешь, девочка моя. Так, ладно. Использовать меню спецоружия. Джи для смены этой... А, удерживать. Использовать меню спецоружия. А, то есть я могу выбрать спецоружие, когда задерживаю Джи. Открыть-ка. Хорошо, я сейчас себя перезаряжу. Так, давай посмотрим, что это такое. Песосочка. Вау! Механика стрельбы, да ну нафиг! Подожди, я не верю, что у нас какие-то голодные игры интересуются. Прям, ух ты, я прям... Это моё, понимаешь? Вау! Вау, интересно, я сосать буду сразу в этой игре или нет? Ну, я просто интересно. Или придётся поучиться немножко? Так, подожди. Подобрать второе оружие. Два оружия я могу, соответственно, носить с собой. А где мое второе оружие? А как я выберу свое второе оружие? Молодой человек. А у меня уже оно есть, да? Хой-хой-хой-ос. Говорит, выбери на второе оружие. У меня второго оружия нет, брат мой. У меня нет второго оружия. Здесь не было контейнера со вторым оружием, понимаешь? Я бы с удовольствием бы, блядь, выбрал второе оружие, но его нету. Так, значит, подобрать второе оружие. И знаешь, никакой пометки нет. Ну всё, блядь, я застрял на обучении, да он вонючий. Ну вот как обычно бывает. Смотри-ка, нету второго оружия просто. Я двоечку нажимаю, у меня его нет, блядь. Я его не взял. Видимо, я его не подобрал из контейнера и всё пропустил, блядь. Начал стрелять по мишеням. Чуваки, контейнер мне, пожалуйста, оседлайте, я умоляю вас. Ой, тупая игра, блядь. Нахуя её? Она же бесплатная, значит, нормально всё. Подожди. Я сейчас начну хейтить игру, блядь. Где моё второе оружие? Извините меня, пожалуйста, за выражение. Я вижу здесь боеприпасы. Я не вижу второго... Может быть, я, конечно, сонный, потому что ночь. Но тем не менее, ты посмотри, блядь. Вот это затупок, ёбаный, блядь. Вот это даун, вот это да. Ты посмотри, как я обосрался просто на первом взгляде. Вот такое бы... Где моё второе оружие? Слышь, пиздюк, блядь. А, вот, ёбаный. Извините, пожалуйста, я сразу не заметил, друзья. А вот это вот моё второе оружие. Вот это моё второе оружие. Я не знаю, как здесь все работает. Это снайпа, да, какая-то? Тактическая винтовка. Это не снайпа, в любом случае. На Е я сме... сменить оружие и удерживать Е? На шарик могу сменить и удерживать Е? Что-то это как-то тупо. А, сменить оружие, в смысле, вот так вот. А, вот так вот. Когда на земле пушка, я могу ее заменить. Понял. Если хочешь стать легендой Апекс, сначала сделай что-то там. Ты можешь помещать области, объекты и врагов в зависимости от того, куда ты смотришь. Пометить местоположение. А, я могу показывать, куда мы идем и где противники. Этого очень не хватало, скажем так, в разных голодных играх, чтобы показывать своему другу. Я не знаю, где-то это есть или нет. Но, кстати, на среднюю кнопку мыши не очень удобно это делать, если честно. Пометить оружие. Я могу показать чуваку пушку, например. Чувак, вот смотри, пушка. Пожалуйста. Вон, возьми припасы, братишка. Чтобы там чувак не говорил, Шимору, где-где-где-где, я не вижу нихуя, я где-не вижу, блядь. Как она идеально работает, ёп твою мать. Использовать меню пометки. Ну, то есть я могу выбрать, что я могу, что я хочу сделать. Все, отец. Все, отец, благослови. Ой, это я. Подфайнер продолжит твое обучение. Знай, воин, что мы еще встретимся. А дальше все. Поговорить с тобой. Убрать оружие для ускорения бега по желанию. Это на троечку. То есть на троечку, не на х, как в папке, да, мы на троечку можем вот так вот для ускорения бега. И нам нужно поговорить вот с этим челиком. Есть паркур. Заметь, кстати. Есть сразу, с самого старта, у нас паркурщик, мы можем с тобой лазить, карабкаться по всяким этим препятствиям. Это охуенно тоже, кстати, сделано. Привет, друг, я Пассфайнер. Я с нетерпением жду встречи с тобой на кольце. Но для начала, позволь поделиться кое-какими полезными советами. Помогать своему отряду это очень важно и весело. Я понимаю. Сегодня твой союзник – кооперативная, упрощенная конструкция линейной активности. Можешь звать ее просто «кукла». Интересно. А какой пол у куклы? Этого непонятно. Привет. Привет. Реанимирую. Реанимирую куклу. Давай, кукла, вставай. Ой, я девочка, у меня косички. Вот так вот. Вставай, кукла. Вставай, кукла, пошли. Отлично, уверен, кукла тебе благодарна. Когда в игре еще не было персонажей, видимо, этими куклами разработчики и бегали. Тестировали, как говорится. Использовать тактическое умение. Я могу похилить своего друга. Нихуя себе, смотри, присоска. То есть я девочка-хилерша, смотри. Все, я использовал тактическое. Что еще? Молодчина. Помогать команде — это лучшее занятие на свете. Но случается так, что твоих союзников убивают. Очень, блядь, случается во многих играх. И... Но слишком не переживай за это. У тебя еще есть шанс вернуть их к жизни. Как? Подойди к тайнику куклы и достань оттуда ее баннер. Я подобрал. Владельца баннера можно оживить на любом активном маяке возрождения. Да ну нахуй, механика. Подойди к маяку. Так, хорошо. И, соответственно, я могу члена своего отряда, своего товарища поднять заново, прикинь. Вот это да. Вот этого не было еще ни в одной игре. У тебя получилось. Жди гостей. Какие гостей? Ух ты, у меня я могу ногой пинаться на... Если я в тройке, то я могу рукой, либо ногой. Это что за гости? Эти гости пришли по нашу душу с моим товарищем? Что за гости? Кто такие? А, это мой товарищ. Господи. Рад снова тебя видеть, кукла. Остался последний. Самый интересный этап обучения. У всех у нас есть очень полезное спецумернее. Его можно пустить в ход, как только оно будет готово. А в качестве спецумения, лайфлайн может вызывать припасы, которые могут спасти... О, если не хватает припасов, то мы можем запросить их, как бы, да? И вызвать... А куда я? В куклу могу его поместить? Чувак, чувак, у нас одна проблема, блядь. Я могу вызвать припасы, да? Но не могу, понимаешь? Они не ставятся у меня. Я не могу запросить припасы. Почему я не могу запросить припасы? Какой дебил для тел... О, нормально, это обучение. Хотел опять похейтить, но не получилось. А так все... А сейчас... Извини, чихнул. Так, значит. Во, смотри. А, блядь, ну все игроки тогда будут видеть, что припасы кто-то сбрасывает, да? То есть, получается, эта тема такая, как бы... Давай посмотрим, давай посмотрим, что внутри. Так, нокаут-щит. Это что такое? Набор Феникса. Что это такое? Смена. Вместо чего я это? Вместо Патрика вберу. У меня вот такой вот инвентарь. Слушай, охуенно, все по слотам. В принципе, все удобно. Знаешь, напоминает Call of Duty Black Ops чем-то. То есть, вот это что такое? И вот это вот я возьму, да? И что это мне за пиписочки? Нет щитов. Это перезарядка щита, да? А это нокаут-щит. Защищает от направленного урона во время нокаута. А, это именно во время нокаута. Блядь, здесь столько нужно изучать, понимаешь? Новые голодные игры, и у тебя новые впечатления. А теперь я могу играть в Апекс. И у нас идет подбор игроков. Так, подожди. Давай-ка я сразу сделаю. По нажатиям кнопки у нас микрофон в чате. Получается, работает. Ну что, поиск игроков и погнали, полетели, как говорится. Это очень интересно, мне кажется. Ну что, братья мои и сестры. Моя первая каточка. Моя первая, первая каточка в этой игре. Мне дают сразу же напарников. Как я понял, соло-режима сейчас нет, поэтому все по группам, да, разбиваются. Но это не проблема для нас. Что, по группам, значит, по группам будем защищать своих ребят. Главное, первому не отсосать, как говорится. И все, это первый, первая моя катка. Представляешь, это всегда интересно. А вдруг эта игра прям будет очень интересной. Так, кем я буду? Идеальный разведчик, щит спасителя. Так, Лайфлайн уже выбрать. А мне? А мне кого? А мне? А мне? Я не успеваю никого выбрать. Че? Я не успеваю выбрать, ты понимаешь? Показать данные легенды. Я ничего не успел. Кто я? Кто ты? Я Лайфлайн или кто я? Я девочка какая-то. И че мне дали? Где я? Где? 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 Вот я. Я Лайфлайн, да. Все, я выбрала, видимо. Отлично. Это наш отряд. Перед вами чемпион. Бонус бойцы чемпиона. Что это такое? Абсолютно непонятно. Все новое, свеженькое. Итак, значит, предложить высадку. Вот так вот я предлагаю высадку. Я даже не знаю. Ребята, поехали в бункер. В бункер поедем, не? Или куда вы хотите, ребятишки? Ёп твою мать, смотри, как красиво. И стабильный фпс, как бы. А наши вылетели, да? А наши вот туда. Ну, на реле. Ну, ладно, по-моему, меня никто не слушал. А почему меня вылетели, блядь? Вместе с пацанами кто командир, блядь? Ёп твою мать, смотри, мы всей командой летим. То есть, как настоящие члены отряда. Мы просто настоящие члены отряда. И кто нами управляет? Слушай, нами кто-то управляет, явно. Открываем контейнер. Я взял бронежилет. Помечу, помечу, помечу. Броник, ребята, есть. Бронежилет есть, ребята. Тебя стреляют, да? Блядь, нашего друга убивают. Нашего друга убивают. Я ни хуя не понимаю, что происходит. Блядь, ни хуя себе. Пацаны. Пацаны, я все понимаю, меня отпиздят, да? Так, they spotted me, spotted me. Ну, мне нечем стрелять, ребята. Я бы с удовольствием бы. Опа, опа, опа. Америка и Европа срослась пиписька с попой. Нашего пацана отебашили, как говорится, да? Мы можем вернуть его к жизни. Но хуй его знает, что из этого получится. Чувак тут хилится. Окей, да я могу тебя похилить. Ёб твою мать. Давай, ну че. Давай, лечись. Лечись, братишка. Тут какая-то хуйня происходит. Нашего пацана пизданули. У него есть оружие вообще? Ёб твою мать, меня дёргает пушку. Че творится-то? Че творится-то, блядь? У меня патриков нет. У меня патриков нет. У меня патрики, че? Нихуя себе, у меня есть патрики. Да, у меня есть патрики. Че, я не могу подлечиться? А у меня только броня покоцана. У меня нет патронов. Вы дау... Блядь, дауны, блядь. О, ёбаные петушки, блядь. О, спасибо. Это че? Спасибо большое. Я пистолет твой забрал, брат. У тебя тоже не было патронов, да? Вот пиздец, блядь. Я один остался. Это мой первый взгляд, блядь. Ой, привет! Да, блядь, да пошли вы нахуй все от меня! Девочка моя, девочка моя, девочка. Пуканчик мой, пуканчик мой, пуканчик мой, пуканчик. У меня патронов не было. Суки. Суки, у меня патронов не было. Я тебе говорю, у меня патронов не было. Я тебе отвечаю. Моя первая катка, они отсосали. Я всех защищал, я одного убил. Нихуя там задержку автомата, блядь. Нихуя себе. Это интересно. Ладно, давай еще разочек. Ну че, братья мои и сестры. Пришло время взять топ-1 в этой новой игре. Давай покажем всем пацанчикам и пацанятам. Пацанушкам и пацаникам. Знаешь, что мы можем? Ладно, на самом деле шучу. Это достаточно все очень интересно, когда у тебя новая игра есть в руках, и она не лагает. Понимаешь, я не чувствую ни оптимизации. Значит, мы выбрали вторым, да? То есть, ты видел, выбирать сейчас третий будет. То есть, мы выбираем с тобой члена. То есть, члена, в котором мы играем. У этого персонажа, соответственно, свои обилочки, свои классы, свои скиллы, и, соответственно, ты должен с этим что-то делать. Как бы, если я буду немножко оговариваться, не обессудь, не обоссы, как говорится, записывай для тебя эту ночь, и уже спать хочется. Но, ребята, меня просили. Нихуя, я со мной опытные войны, какие, блядь, там 14 фрагов ученика. Вот задроты вонючие. Когда вы успеваете, игра только вышла, блин. А вы уже успеваете, значит. И против нас играет какой-то отряд чемпиона непонятный. Итак, значит, давай посмотрим. Итак, значит, какой-то Айандерксерк становится выпускающим. Вот, чувак предложил, и он нас выпустил. Командир отряда, настоящий тигриный воин и лев, значит, является выпускающим членом. То есть он выпускает нас всех. Удерживайте Е, чтобы прекратить. Вон, смотри, пожалуйста. Удержал Е, и я могу отделиться от всех и, соответственно, быть единоличником. То есть как бы тем самым человечком, который летает в соло. Ладно, давай посмотрим, что у нас закатка ожидает вообще. Насколько это интересно, потому что когда игра оптимизирована, и ты не чувствуешь каких-то гличей, это очень приятно. Так, значит, собираем девайсики, собираем девайсики, 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 девайсики. Это все приятно. И, видимо, я нихуя не нашел. Да, у меня в руке какая-то залупа. Так, это ящик, это не ящик, это залупа. О, хорошо. Пестюн у меня есть. Так, у меня есть пестюн, я могу припеселивать. Давай смотреть, где у нас здесь враги и противники. Блин, оптимизировано все достаточно хорошо, понимаешь? Достаточно все шикарно. Играется приятно, то есть нет ощущения, опа-на, опа-на, ну что, пацаны? Вот это я понимаю. Вот, ты знаешь, я недавно совсем говорил тебе, что вот сейчас разработчики совсем обленились и стали членососами, да? Ну, то есть, на самом деле, факт, такая ситуация происходит, как бы, денежку берут ли? Вот я бесплатно играю сейчас, играю. Я получаю удовольствие, понимаешь? Ну, пока я получаю удовольствие. Потом меня начнет бомбить. Ну, как обычно, да? Но в любом случае, ты покупаешь в стиме какую-нибудь игру за 500, за 400, 500, 600 рублей, блядь, и она оказывается таким обоссанным говном, что, ну, не знаю, твое настроение падает, все. То есть, как бы, а тут, а тут, как бы, ты спокойненько, вот тебе, пожалуйста, получаешь, блядь, удовольствие. Смотри-ка, у меня синяя бронечка. То есть, это хорошо. Это, видимо, второе, первого левела шлем. Как я понимаю, белый, это первого левела. Соответственно, синяя, это второго левела. И еще какой-то цвет должен... Золотой, наверное, либо фиолетовый. Это будет у нас третий левел, да? Это, то есть, топовые девайсы какие-то. Так, ага, вон квиш, тут можно все показывать, можно все указывать ребятам. Это охуенно, на самом деле. Везде, значит, у нас идут перестрелки, да? Перестрелки идут грандиозные, потому что войны охуевшие все вокруг, да? Соответственно, все воюют, все пытаются друг друга убить. Игра новая, все пытаются сразу же набрать навыки и уровень игры. Потому что задротов в голодных игр дохуина. Так, куда? Давай-давай за ним пойдем. Это, видимо, он опытный. У кого там было 14 фрагов, блядь? Будем идти за опытным, как бы. Я-то не задрот, ну, в смысле, не задрачиваю в эту игру. И поэтому, пускай меня учат ребят. Пускай меня учат ребят, и я буду им говорить, сэр, есть сэр, блядь, я буду следовать за вами. Так вот, о чем я говорил-то? Ну, о том, что здесь все прекрасно играется, это я тебе уже рассказал, да? Механика интересная. То, что есть классы со своими обилками, это тоже интересно. И то, что ты делаешь пик... Так, подожди-ка. Вон там, вон, видишь, наши? Наши видят петушка. Но оба боятся идти на петушка. Но, естественно, для этого в команде есть тигрин и лев шиморо. А что делает тигрин и лев шиморо? Врывается и, соответственно, получает пенни. Дает, точнее, пиздюлей, как бы. Полгой, не, ну, как обычно. Так, тихо. Мне показалось, что, блядь, прям рядом кто-то бежал. Так, подожди, сейчас сориотучись. Давай попробуем сейчас распкануть. Вот-вот-вот нам, нам указывает, нам показывает. Вот здесь типа член, где я не вижу. Слышу, 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 слышу где. Опа-опа. Давай, мальчик, нихуя тебя задирает пушечка моя. Давай вот этого. Давай, хорошенько. Ой, как ты в жопу получаешь хорошо. Ой, как мне нравится это. Давай, мальчик. Давай, гараж, давай. Ну иди, ну и куда ты. Надо его приписулить. Мне нужно дописулить его. Эть, тихо, извините. Я умножку упал. И отлично все сделал, да? Все хорошо, блядь. Нихуя ты ползаешь. Ты как, ты быстрее, чем собака моя, блядь, бегаешь. Хуя. Это там кто? Это что было сейчас? Что у нее за пушечка? Жопочку разрываем, хорошо. Ой, как отлично играется, а, блин. Братья мои и сестры. Вот честно, давно не было игры, в которые играются приятно. Никакой рекламы, как бы. Мне ничего там не проплачивала эта компания. Я сам ночью узнал об этой игре. То есть я тебе серьезно говорю. То есть, как бы, все, блядь, все приятно отыгрывается, как бы. Понимаешь? Это что-то новое в голодных играх. Очень игра напоминает Call of Duty. Да? Blackout. Ой, извините, чихнул. Вот. Здесь пацаны расчехлили уже, да? Значит, очень напоминает Call of Duty Blackout. И, наверное, менюшкой и интерфейсом чем-то напоминает Fortnite. Да? То есть вот такая-такая смесь. Геймплеем вообще не Fortnite. То есть у меня это дробаш. Ебаный тебя. Я думал, это рейлган какой-то, блин. Черт побери, подожди. Получается, у меня нет ганов нормальных. Ева. Авто. Это что такое у нас? Это что такое у нас? Это как у нас вообще работает? Как у нас присосочки работают? Как у нас присосочки? Блин, так приятно все сделано, понимаешь? Перезарядка. Вот это вот все. То есть это все приятно. Это возбуждает. То есть ты сразу... Вот в подкасте, если ты не посмотрел, посмотри мой подкаст. Недавно я тебе снимал. Хочу с тобой поговорить, называется. Хочу задать тебе вопросы. Вот, значит. Это все мне не подходит вообще, блядь. Это все... О! Давай, давай. Э? Она говорит, трогаю себя? Она говорит, я себя трогаю. Набор Феникса, да? Потрогать меня, и он... Это большая перезарядка щита. То есть мне нужно его возбудить, и он, соответственно, вставится в мою девочку. Вот так вот. Бейнч. Вот, видишь? И все. И у меня энергетический щит полный. Получается. Так, это патрики-патрики. Это типа патронов все. Это все замечательно. Это все охуенно. Как бы, но... Сука, у меня тоже, у меня второй дробовик, понимаешь? Я с двумя дробовиками, блядь. Я ебанутая девочка, как бы. Представляешь, девочка с двумя дробовиками. Совсем охуела. Вот, я снимал для тебя подкаст и говорил, что не стоит песос ни на какие голодные игры. Понимаешь, то, что... Не, в современном нашем обществе, к сожалению, голодных игр не выпускается. Нормальных, которые были бы достойны. Есть Fortnite. Достойный, значит. И все. PUBG как был за лупой, так и остался. Надежда на PUBG Lite, что там будет поинтереснее по механикам. Но это неизвестно, когда еще что у нас выйдет. А вот это что-то как-то играется интересно, понимаешь? Блядь, это реально убийца-убийца всех PUBG. Понимаешь? Убийца-убийца PUBG. Вот так вот. И других игр. Вообще, убийца всех убийц. Это охуенно. То есть, это что-то новое. Поэтому, братишка, моя сестренка, если хочешь, чтобы я для тебя попался, пробовал поснимать эту игру и показать тебе высочайший уровень мастерства, естественно, не забывай въебать мне царский и королевский лайк и написать, что об этом ты думаешь вообще, как бы. Локации приятно сделаны. То есть, есть у нас и внутренние, да, интерьеры. Есть у нас большие экстерьеры. Как ты видишь, мы сейчас на какой-то базе. На какой-то огромной базе. Так вот это вот, хочу вот это что. Так, что бы нам выкинуть, блядь? Вот это вот можно выкинуть вот это. А вот это взять. Подожди. Выкини, вот это взять. Блядь, все, в принципе, интуитивно понятно. О, вот это вот я возьму. Давай-ка мы с тобой вот этот дробаш выкинем, потому что он не нужен. Теперь у меня есть пиперочка. Пиперочка, пистолет, пулемет. Блядь, я еще не видел автоматов в этой игре, я не знаю. Хочется автомата, потому что ппшки, это все прекрасно, но хочется работать на дальней дистанции. А чтобы работать на дальней дистанции, надо чувствовать дальнюю дистанцию, соответственно, с оружием, которое позволяет тебе это сделать. Вот очень важный момент. Его нужно иметь в виду. Так, значит, мы с тобой, смотри, в каком-то комплексе таком огромном. Все это красиво сделано. Смотри, теперь у меня есть пиписано, у меня есть прицел только на дробовике, я сейчас подобрал, да? А вот на этом... Опа. О, это, по-моему, на мою писью. Да, на мою писью, смотри, прицел встал. Хуяк, у меня теперь два прицела. То есть, ты видел, да, я подобрал прицел, автоматически становится на то оружие, которое у тебя есть. Это очень удобно. Это надо во всех голодных играх делать. В папке это немножко заебывает, что ты подбираешь какой-то девайсик, да, блядь, и тебе нужно его ручками перенести. Это, конечно, к этому всему привыкаешь. То есть, ты это имеешь в виду, у тебя все хорошо, но здесь, блядь, ну что-то мне нравится, слушай. Что ты делаешь, блядь? Чувак, это что, смотровая вышка у вас, ребят? Вы здесь, блядь, красотами любуетесь? Что такое? Что, можно я тоже посмотрю? А почему я не могу посмотреть? Блядь, хитро. Это у тебя класс такой, что ты можешь посмотреть? Что он делает? Ребят, я хочу тоже вышку посмотреть. Почему мне не дают вышку посмотреть? Мне как, блядь, если ты... Опа. Он протянул пиписочку. Смотри, какой класс охуенный. Он протягивает штуки всякие разные, чтобы по ним ездить. Нихуя себе сказал я себе. Смотри, какая девочка. Это я там, по-моему, или не я? Нет, другой класс какой-то был. Изобразован везде эта девочка. А, это сейчас что, показывает топового игрока? Что ли, я не понял? Охуеть, блядь. Если это так, то это просто охуеть. Ладно. Может быть, что-то хорошее. Давай посмотрим что-то хорошее. О, это что такое? Что такое? Это мне встать сюда? Подожди. Или это она... Что она делает? Ребят, что это за круг, нахуй? Ну, хуй я вам круг, ребят? А, нихуя себе ты... А, ты вызвала нам... Смотри, она вызвала нам всякие девайсы охуенные. Давай, опа. Смотри-ка, третий шлем был. Так, у меня вторая броня, третий шлем. Все у нас хорошо идет. Оба-на. 6-12. Прицел снайперской угрозы. Легендарный, прикинь. Так, 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 так. Но на меня это вообще никуда нет, потому что снайперский... А, блядь, не успел взять. Посмотрите. А у Челика снайпа. Соответственно, Челик сможет работать с этим прицелом. У него теперь большой, хороший и сочный прицел. Ничего не лагает, ничего не дергается, ничего не передергивает. Сетевых диссинхронов нет. Давай сейчас посмотрим домики сбегаем. То есть, мои ощущения кардинально приятные, как бы. Я чувствую себя уверенно, чувствую себя хорошо в этой игре. То есть, единственное, что механики стрельбы я вообще не знаю, поэтому это самое... Опа. Теперь у меня легендарный, смотри, вроде, да? Да, у меня встал, смотри. У меня легендарный, встал прицел. Это что за лоба такая? ПП. Одни ПП, блядь. В этой игре все-все ППшками завалено. Нахуя мне ППшки? Дайте мне АРочку, пожалуйста. Так вот так вот сделаем, чтобы все было хорошо. Знаешь, я всегда ненавижу ощущения каких-то лагов, подлагов, передергиваний в новых голодных играх, когда в них захожу. Я сразу себе, знаешь, подсознательно ставлю, когда играю, когда снимаю, сразу низкую оценку игре, потому что у меня всегда была мысль в последнее время, что почему наши разработчики, которые сейчас в нашем охуенном культурном современном обществе, при выпуске игр, не могут их оттестировать, блядь, до релиза, нахуй. И ты знаешь, по-моему, Apex Legends, блядь, пример того, что здесь все хорошо. Я тебе серьезно говорю. Вот я не слышал об этой игре, она просто резко вышла ночью. Я тебе ночью ее снимаю, понимаешь? Как это охуенно вообще, то есть, как бы, блядь, ну, офигенно. Ладно, давай смотреть, что будет дальше. Видишь, я вот так вот ставлю меточки ребятам. То есть, я пометил, говорю, идем туда, идем сюда. Метки здесь очень важны, кстати говоря, и они, как я вижу, решают достаточно хорошо. То есть, любой человек может указать, показать там, вот там броня, чел мой, дружище мой. Вот там тебе вот песосик какой-нибудь, вот тебе аптечка, пожалуйста, я ее скинул. Для команды это охуенно. То есть, получается, это достаточно такой красивый командный шутер. Вот смотри, я могу его сейчас патрулить, смотри. Давай вот, контакт здесь. Чувак, здесь контакт. Чувак, здесь, здесь, здесь кто-то, кто-то был, чувак. Ты пропустил кого-то, здесь кто-то был. Кто-то был здесь. Ему похоже. Был здесь кто-то или не был здесь кто-то. Ему вообще срать. Так, значит. Какая-то воздушная посылка сейчас у нас. Видимо, эйрдроп падает, да? Наши пацаны, как я вижу, хотят удержать эту позицию. То есть, мы находимся на краю зоны. В принципе, если это игроки, которые играют на топ, да, соответственно, это правильное решение. То есть, я всегда говорил в голодных играх, если ты все-таки игрок, который позиционирует себя на каких-то призовых охуенных местах, ты должен всегда двигаться аккуратно. Ну, видимо, это опытные тигрены и львы, которые принимают бой только тогда, когда, соответственно, кто-то приходит. Поэтому мы с тобой вот последим за этим местом. Будем говорить ребятам, что я контролирую эту... Это очень удобно, блядь. Как они все продумали так? Как они все продумали? Они молча делали эту игру, блядь. Ты понимаешь? Они молча делали себе, блядь, в своей конторке, блядь. Кстати, от создателей Titanfall. Это охуенная игра. На самом деле, я в нее когда-то залипал, когда она только вышла, да? Я тогда стримингом чуть-чуть занимался совсем. По-моему, даже стримил Titanfall. Это было очень давно, очень-очень давно. Ну и вот, знаешь, это разработчики... Они просто сидели, смотрели на все эти папки, хуябки, фортнайт охуяйты. Знаешь, смотрели, смотрели и думают, блядь, знаешь, давай-ка мы запилим тоже свой, блядь, голодные игры, чтобы все обоссались. А давай. Но чтобы все обоссались, нужно хорошо протестировать. Да мы будем каждый день играть. Нихуя себе. Получается, я портальщица, девочка. Я думаю, что это за залупа, блядь, все. Какая-то хуйня, блядь. Понимаешь, я девочка портальщица. И когда мой портал откатится? То есть я могу, по сути, поставить, например, здесь портал. Да? Активировать какую-нибудь хуйню, вот типа вот этой, как он полетел. Поставить у него портал, и у нас будет два портала между точками. Ебать. Тут же такие темы можно мутить. Ты представляешь, какие у тебя масштабы вообще. Интересно, кто-нибудь придет к нам вообще или нет? Мы удерживаем достаточно большой участок. То есть как бы это тебе не кемпинг в каком-то там закрытом помещении, да? Как обычно любят крыски, которые играют в таком вот стиле, в таком формате. Мы с тобой контролируем огромную поляну. И вот это вот... Вот это вот очень странно. Так. Значит, давай. Давай мы с тобой сделаем как? Мы будем выжидать, да? Вместе с нашими ребятами. То есть, по идее, все у нас должно быть прекрасно. Наша задача до конца выжидать, потом встретить пиздюков, которые к нам прибегут. Единственный момент, что все пиздюки находятся... Ну, в абсолютно непонятном мне месте, потому что вокруг нас никто... Так, 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 так. Наши, наших пиздят. Блядь, я не могу сверху подсаппортить. Видишь, видишь? Вышел куда-то там наш. Подожди, мы можем что-то сделать, блядь, интересное? Пойти помочь ему, что ли? Ну, я не знаю, нахуя он туда выходит? Там же какой-то, блядь, залупа смерти какая-то. Там середина точки. Блядь, надо помочь. Надо помочь нашему. Че мы будем, как ссыкуны, что ли? Давай, блядь. Давай, она себя подхиливает, да? Эта девочка умеет себя хилить. Она сейчас щиты себе перезаряжет. Так, это у меня залупа, которая меня... Видимо, я девочка, которая могу быстро перемещаться. Блядь, нет, я пошел... Нет, мне все-таки надо помочь. Блядь, ну я не командный игрок. Нет, я командный игрок. Не, ну я вообще не люблю играть в команде. Это не то совсем, блядь. Хочется в соло. Пришли, пришли, пришли. Пришли и охуели. Так, спокойно. А, нахуй, нравится тебе? Так, наши прокидывают греночками. Смотри, они атакуют нас все-таки. Здесь, получается, ущелье, да? Щель, каньон. Опа-на. Тоже зажигательная по мне пошла. Отходим назад, смотрим на ситуацию. Блядь, и мне... Я все боюсь, что к нам кто-нибудь еще в жопу или в спинку зайдет. Кольцо сужается. Да, это точно, блядь. Мое кольцо сузилось, блядь, когда они вылетели втроем сюда. Я не знаю, что я с ппшкой могу сделать из дробашок. Как бы... Вообще не понимаю. Давай посмотрим, что нам прислали в посылке. Пока наши там их удерживают. Так, прицел какой-то, нахуй, ненужный. Третий шлем. Помечаем. Здесь третий шлем. О-о-о-о, блядь, ну ебаный театр. Ну-ка, ребят, ну давайте отсосем сейчас, а? У нас же топ-1 катка. Давай попробуем прокинуть, что ли, блядь. Надо, короче, надо прикрыть, пока наш ползает. Дай попробуем прикрыть, ребят. Хорошо, блядь, нокаутирован. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. На изи просто сбрил говноряд. Там щиток какой-то. Девочка тоже со щитом каким-то у нас ползает. Давай, девочки мои. Давай, я тебе... Блядь, мне пизды дадут. Мне, мне пизды. Нельзя так. Отходим. Отходим. Отходим, блядь. Девочку жалко. Но можно же как-то вернуть... Блядь, можно же как-то вернуть члена своего отряда. Нахуй в пизду, воюйте сами. Я в соло потом всех добью, топ-1 возьму. Хотя тут, блядь, с такими обилками, мне кажется, в соло против складов не поиграешь особо. Хрен его знает. Ладно, у меня еще есть баночки. Давай мы восстановим энергию, сейчас будем смотреть. Так, значит, наша задача сейчас. Либо продавить их, пойти, да, либо ждать, пока они придут к нам. По сути, мы можем вернуть баннер нашей девочке. Да, если мы вернем баннер нашей девочке, соответственно, мы сможем ее восстановить в каточке. Блядь, не могу я так карабкаться почему-то. Это очень странно. Я думал, что я могу, как спайдермен, лазить по всем этим скалам. Слушай, ну охуенная динамика-то механика, посмотри-ка, блядь. Это тебе не сиськи мять, это вообще нормально прям. Надо вернуть баннер. Дай попробуем это сделать. Сама отдалась, как бы, а нам баннер возвращай. Давай. О, он вернет? Да. Он вернул баннер. Все, вот они, вот они. Чувак, чувак, уходи, они там. Чувак, надо пометить. Вот так вот, чувак, они там. Чувак, пошли, пошли, где баннер. Надеюсь, чувак знает, где этот баннер ставить, чтобы мы с тобой вернули третьего члена. В два члена очень тяжело играть против троих, мне кажется, в этой игре, потому что классы разные, механики, пушки и прочее. Это тебе не просто взял и запилил хедшот, как будто на изи. Это, блядь, серьезная игра, нахуй. Так. Мы перезаряжаем. Так, 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 так. Что происходит? А вот наша девочка, и привезли ее на самолете, прикинь. Отдельно. Все, она высадилась. Заебись, мы ее... Опа, на, это мне. Охуеть, третьего левела броника шлем у меня. Ну все, нахуй, шутки кончились, блядь, петушки. Так, вот это, может быть, попробовать. Вот этот ганчик. Warning, we in clothing. Кто там in closing? Смотри, прицел мой, который золотой, сразу же встал ко мне. То есть, все отлично. Я, говорит, буду смотреть за этим спотом. Ну, смотри за этим спотом. Главное, пизды там не получите, ребят. Мы на краю зоны, по идее. У нас все должно быть прекрасно. По позиции идем хорошо, все отлично. То есть, опа. Показываем нашим. И сейчас будем ебенить их. Я не знаю, что у меня за пушка и как она стреляет. Ну, пиздец, это не урон. Это не урон, это вообще пиздец. Я не повоюю. Я, говорит, taking fire. Зай... Хорошо. Мы можем вернуть баннер нашего члена, но мы туда, наверное, не доберемся. Что, остается только отстреливаться, как бы, и петушить их? Я не могу. Я не могу. Мне хочется ворваться в них и всех убить, понимаешь? Блядь. Что у нас здесь происходит? Что вы вызываете? Почему все воюет? Там где-то кто-то наверху или что? Я не понял. Кто-то наверху. Они наверху. И здесь где-то бегал кто-то. И наверху, вон, видишь, бегает у дерева. У дерева маленький петушкан. Говнарь вонючий, а? Обоссанный, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что делать будем? Слушай, раскануть, что ли, нахуй? Короче, я пошел. Я пошел. Ребята, не поминайте лихом, надо их всех уебать. Будет красиво, да? Сейчас топчик с тобой заебашем. Это последняя тима осталась, по идее. Девочку прокинули. Так, ну вроде бы никого здесь нет по периметру. Мы сейчас до подъемника доберемся, короче. И я предлагаю тебе всех убить троих ваншотом. Ладно, давай попробуем. Да хули нам-то? Хули нам кабанам уже? Уже битва за топ-1, блядь. Это жизнь. Первая битва за топ-1, нахуй. Первый взгляд игры. Все логично. Так, делаем свой фазовый выход. Спрыгиваем. Ну! Блядь! Не может быть. Какой, если не все здесь были? Блядь, я обидно, ребята. Очень обидно, блядь. Я так старался. Я так старался. Как тигриный лев напрыгнул, блядь. Командный игрок. Да, блядь, я командный игрок. Надо было это пиздануть тебе. Тимплеер. Да, тимплеер, блядь. Я пошел и хотел всех спасти, взять топ-1. Вы бы потом сказали, о, как это охуенно. А теперь пишите мне. Ладно, в любом случае, братишки и сестренки. Мы с тобой посмотрели. На нашу с тобой новую игрулю. Мне она достаточно закатила. Если тебе тоже, не забывай въебать лайк. Обязательно тебе сниму еще. Про работных шутеров мало. Голодных игр. Поэтому, надеюсь, эта игра не обоссится. Дальше и все будет. Ой, ты ж ебаные петушканчики. Не обоссится и все будет хорошо. Пиши, что думаешь. С тобой был отец Шиморо. Это был топ-2. Первый топ-2 в моей карьере этой. Игры. Пока. Говноре, не чемпионы. Хуисус. Все, пока.